Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередная подборка полезных советов, хитростей и простых полезных самоделок. Погнали! А начать я хотел с обычной винной пробки, которую я решил просверлить. Как думаете, для чего она может пригодиться? А вот для чего. После того, как ее просверлили, надеваем пробку на сверло, на ту глубину, которая нужна, и фиксируем ее обычным хомутом, желательно с барашком, чтобы проще было работать. И все, ограничитель сверления готов. Такой ограничитель мне даже больше нравится, чем вот такие заводские, потому что для работы с ними нужен шестигранник. Плюс часто срываются эти винтики, потому что все сделано из сыромятина. И в-третьих, они сделаны из металла, покрашены и могут оставлять следы на древесине во время сверления. С пробкой таких проблем не будет. Для следующей простой самоделки понадобится обычная пластиковая бутылка, у которой отрезаем донышко. Потом берем бутылку чуть меньше и вставляем в ту, у которой отрезали донышко. В идеале она должна достаточно плотно входить. Если это не так, например, как в моем случае, то просто наматываем на маленькую бутылку обычный малярный скотч, до тех пор, пока бутылка не начнет плотно входить. Самоделка готова. Получился простейший насос для сдувания чего-либо. Опилки или бумажки сдует легко. Но, конечно, лучшее применение этой самоделки это раздувание углей в мангале. Мощности хватает легко, дуть ртом до головокружения не надо. И делается за 5 минут. Следующая самоделка тоже из пластиковой бутылки. Только побольше, я взял на 5 литров. В ней делаем ближе к донышку отверстие на 8 мм. И самоделка готова. Далее идем к крану и наполняем бутылку водой, зажав пальцем проделанное отверстие. Теперь несем бутылку в место, где потребуется мыть руки. Например, возле того же мангала. И без каких-то лишних телодвижений, без помощника, можно спокойно помыть руки. Просто поставив бутылку и приоткрыв крышку. После завершения снова закрыть крышку и положить бутылку. Все. Струбцина классный инструмент. Даже вот такая дешевая, китайская, как у меня. Отлично сжимает заготовки и во многих задачах очень помогает. Но вы знали, что струбцина может использоваться и в другом направлении. То есть может не сжимать, а разжимать. Для этого откручиваем вот этот винтик на верхней части струбцины и переставляем ее на другую сторону. Фиксируем тем же винтиком. Теперь струбцина работает на разжим. И можно, например, что-то поднять. С моим верстаком справляется очень легко. Все сталкивались с такой проблемой, когда надо отклеить наклейку, а она плохо отрывается и рвется, оставляя следы. Чтобы такого не было, просто воспользуйтесь феном. Задача слегка нагреть и снять наклейку. Можно пользоваться и обычным домашним феном. Или нагреть наклейку над плитой, только аккуратно. Способ старый, рабочий, но многие об этом не знают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У многих, я думаю, есть различные ножовки, например по дереву. Лучше их хранить или переносить вот в таких подобных чехлах, чтобы не пораниться и не поранить окружающих. Но что делать, если чехол потерялся, либо не очень удобный? Ответ просто. Берем пластиковую полипропиленовую трубу, вымеряем по размеру нашей ножовки и отрезаем лишнее. Далее, уперев трубу во что-либо, чертим ровную линию вдоль трубы. После этого пропиливаем по линиям. Далее, сверлим сквозное отверстие. Вставляем туда болт с барашком. Чехол готов. Вставляем туда пилу и фиксируем барашком, чтобы чехол плотно сидел на пиле и не слетал. Вообще, пластиковая труба хорошо помогает с хранением инструмента. Например, можно взять вот такой кусочек полипропиленовой трубы, нагреть его и сплющить в тисках. Таким образом, можно получить удобный чехол для хранения стамески. Делая линию на стене или на другой поверхности, часто бывает, что линейка из-за скользкой поверхности съезжает. И вместе с ней съезжает наша линия. Есть простой способ, как это избежать. Для этого просто берем вот такие канцелярские резинки и надеваем на линейку с обоих сторон. Теперь при разметке линейка будет прилегать лучше к поверхности и линейка никуда не убежит. Друзья, вот таких несколько советов я подготовил для вас. Если понравилось видео, то ставьте лайки и в комментариях напишите, какие советы вам понравились больше. И вы обязательно взяли бы их на заметку. Тех, кто еще не подписан на канал, я рекомендую это сделать. И поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!